Криптовалюты, независимо от того, на каких уровнях они торгуются сегодня, в конечном итоге окажутся бесполезными. Как только изобилие пройдет или ликвидность иссякнет, они упадут до нуля. Я бы никому не рекомендовал инвестировать в криптовалюты. Привет всем, друзья! Спасибо за то, что вы смотрите это видео, которое я решил начать вот с таких, не самых обнадеживающих слов, которые высказал президент американской инвестиционной компании Paulson & Company Джон Полсон. И, услышав эти слова, возникает один интересный вопрос. А может ли криптовалюта, и в частности биткоин, который является самой главной криптовалютой, обесценится до нуля? Потому что даже несмотря на то, что на протяжении большей части своего существования биткоин показывал рост, достигнув максимальных отметок в 69 тысяч долларов, благодаря чему стал одним из самых прибыльных активов всех времен, критики биткоина продолжает утверждать, что упадение биткоина до нуля – это всего лишь вопрос времени. Например, бывший сторонник биткоин-кэш Кельвин Эйр заявил о том, что биткоин упадет до нуля, потому что он бесполезен, так как он не может масштабироваться. А легендарный Уоррен Баффет заявил, что криптовалюта не имеет никакой ценности. Партнер Баффета Чарли Мангер и вовсе называет биткоин крысиным ядом. Но пока мы видим прямо противоположную ситуацию. В биткоин начинают идти крупные институциональные инвестиции. В него начинают инвестировать крупные мировые компании – MicroStrategy, Tesla, Square, Coinbase. Биткоин начинает принимать в качестве оплаты за товары и услуги. В торговых центрах начинают появляться биткоин-банкоматы. Выпускаются инвестиционные продукты на основе биткоина, например, Bitcoin ETF. Даже отдельные страны принимают биткоин в качестве законного средства платежа наравне с фиатной валютой. Все это дает некоторую уверенность в том, что биткоин не сможет просто так куда-то исчезнуть. Но если постараться подумать, что на самом деле нужно для того, чтобы биткоин обесценился на 100%, давайте попытаемся разобраться. В 2018 году два экономиста из Ельского университета опубликовали отчет под названием «Риски и доходность криптовалюты», в котором они исследовали риск обвала биткоина до нуля в течение дня. Используя историческую доходность биткоина для расчета риска вероятности подобной катастрофы, авторы обнаружили, что вероятность такой ситуации, которая бы обрушила биткоин до нуля, колебалась от нуля до 1,3%. Но противники первой криптовалюты постоянно находят аргументы в пользу полного обесценивания биткоина, утверждая, что он не имеет под собой достаточной внутренней ценности, которая помогла бы ему встать в один ряд с традиционными фиатными валютами. Итак, какие аргументы можно отнести в этот список? Один из наиболее часто выдвигаемых аргументов в пользу возможного обесценивания биткоина заключается в том, что на самом деле биткоин – это тщательно продуманная афера, придуманная какой-то гнусной организацией или группой людей с единственной целью – лишить всех держателей биткоина их денег. Об этом высказывался и iOS-разработчик Гауров Шарма, сказав, что биткоин на самом деле является модифицированной схемой понцы. И недавно глава JP Morgan Джейми Даймон указал на то, что криптовалюты являются децентрализованными схемами понцы, заявив, что криптовалюты не служат никакой цели, кроме сбора денег новых покупателей для выплаты прибыли их существующим держателям. При этом он еще в 2017 году заявил, что биткоин – это мошенничество, и ажиотаж вокруг него закончится катастрофой. Еще один распространенный аргумент в пользу скорейшего обесценивания биткоина, выдвигаемый многими скептиками, заключается в том, что биткоин просто переоценен из-за большого количества пользователей. Однако здесь можно утверждать обратное, что полезность биткоина на самом деле напрямую связана с количеством пользователей. И это можно явно наблюдать на примере появления дополнительных вариантов использования криптовалюты. Изначально криптовалюта использовалась для обыкновенного P2P-обмена, но уже сегодня существует целая экосистема инструментов DeFi, которые с каждым разом расширяют свою полезность. Данная ситуация точно описывается законом Метклфа, который используется в компьютерных сетях и телекоммуникациях для предоставления ценности сети. Закон гласит, что ценность сети пропорциональна квадрату числа подключенных пользователей. Друзья, пользуясь случаем, хочу напомнить вам, что в нашем закрытом клубе есть обучающий курс по биткоину, в котором вас ждет более 50 подробнейших уроков, из которых вы узнаете абсолютно всю информацию о биткоине и станете настоящим профессионалом в данной сфере. Помимо курса по биткоину, всем участникам нашего клуба доступны другие обучающие курсы, в том числе наш авторский курс по заработку на DeFi, доступ в основной закрытый канал, в чаты для общения, сигналы по акциям и криптовалюте, пошаговые инструкции по инвестированию, закрытые мастер-классы от экспертов, живые встречи и многое другое. Вся подробная информация по нашему закрытому клубу есть в описании под этим видео. Возвращаясь к вопросу о биткоине, можно отметить, что если биткоин действительно упадет до нуля, это будет означать, что либо станет невозможным торговать биткоином или обменивать его на товары и услуги, либо ликвидность на стороне покупателей по какой-то причине упадет до нуля. Одним из возможных сценариев, который может привести к такой ситуации, является полный запрет биткоина правительствами всех стран мира, что потенциально может сделать его незаконным для владения или использования, как это уже имеет место в нескольких странах. Это также потребует отключение всей сети биткоина и перевода всех узлов в автономный режим. Теоретически, это сделало бы невозможным перевод биткоинов и предотвратило бы любую торговлю данным активом, что, вероятно, просто сделало бы биткоин бесполезным. Но вот только факт в том, что выполнить это практически невозможно, потому что децентрализация и глобальное распространение сетевых узлов – это главное ценностное предложение в блокчейне биткоина. Другая возможность заключается в том, что биткоин может быть просто заменен более качественной криптовалютой или аналогичной альтернативной платежной системой, что попросту сделает его устаревшим и, следовательно, бесполезным в качестве способа оплаты или средств сбережения. Но опять-таки, реализация подобного сценария займет не один год, а возможно и не один десяток лет. Но даже в таком случае вполне вероятно, что биткоин всегда будет сохранять некоторую ценность, будь то предмет коллекционирования или как некий исторический артефакт для будущих поколений. И если постараться ответить на вопрос, упадет ли биткоин до нуля долларов, большинство специалистов дают отрицательный ответ. Технология блокчейн никуда не исчезнет. Криптоинвесторы должны смотреть на технологию, лежащую в основе токена, который они покупают. И если эта технология на самом деле имеет смысл в реальном мире, то в ближайшее время она никуда не денется. Технология блокчейна используется многими крупными технологическими фирмами и помогает тысячам компаний автоматизировать свой бизнес, одновременно повышая безопасность. Кроме того, есть много сторонников децентрализованного мира. Эта технология помогает людям, компаниям, странам и правительствам. На данный момент, конечно, биткоин не имеет прямого отношения к использованию блокчейна. Пользователи могут использовать блокчейн, не прибегая к использованию биткоина. Но сегодня биткоин по-прежнему занимает значительную долю рынка. Более 40% рынка приходится на биткоин. И если биткоин обесценивается до нуля, то это будет означать, что практически половина всего криптовалютного рынка просто перестанет функционировать, что на сегодняшний день является достаточно маловероятным. Друзья, огромное спасибо вам за просмотр этого видео. Я надеюсь, что информация была для вас полезной и интересной. Желаю вам всего самого доброго и прибыльных вам инвестиций. Всем пока!